Всем привет! Это программа LiveJournal Live, мой никнейм в блогах Yellow Reporter, и я вам сегодня расскажу, кто главный губернатор в живом журнале, почему блогеры вдруг начали обсуждать местные украинские выборы. Увидите репортаж со Свинодрома и узнаете, как идут дела в Корейской Народно-Демократической Республике. Блогер М. Захаров составил рейтинг губернаторских блогов. В основе рейтинга два критерия – авторитетность блога по версии Яндекса или сайта LiveJournal.ru, а второй критерий – это информационная насыщенность самого блога. То есть, чем больше сообщений в блоге «Политика», тем выше его рейтинг. На первом месте в этом губернаторском топе оказался глава Кировской области Никита Белых, Белых в живом журнале. У него почти две тысячи записей в блоге, и он в друзьях у почти пяти тысяч пользователей. На втором месте Олег Черкунов, губернатор Пермского края. Черкунов в живом журнале. В своем блоге он сделал 974 записи, а читателей у него больше пяти тысяч. На третьем месте Александр Жилкин, губернатор Астраханской области. Александр Жилкин, его никнейм. У него всего 118 записей и где-то 1300 друзей. В топ также попали президенты Рамзан Кадыров, Я Кадыров в живом журнале, и блог Рустема Хамитова, президента Башкирии. Замыкает этот топ Юнус Бек Евкуров, президент Республики Ингушетия. Евкуров, в ЖЖ у него, к сожалению, всего одна запись. Ну, а о том, какие еще политики ведут свои блоги в живом журнале, нам расскажет эксперт лайф-джорнала Роман Москал. Рома, привет. Какая политическая жизнь течет в ЖЖ? Сереж, ну в ЖЖ течет политическая жизнь очень бурно. Я хотел бы просто перевести несколько другие данные, статистические, по популярности самых блогеров, губернаторов. Ну, по нашим данным, в эту тройку вошли президент Башкортостана Рустем Хамитов, губернатор Кировской области Никита Белых, и Олег Черкунов, губернатор Пемского края. По просмотрам лидирует Хамитов, у него более полумиллиона просмотренных страниц, больше всего посетителей у Никиты Белых, а у Черкунова больше всего читают блогеры, зарегистрированные пользователи ЖЖ. О, спасибо, спасибо, Рома. И, в общем, продолжая политическую тему, в Украине 31 октября пройдут местные выборы. Казались бы, причем, что может здесь взволновать блогеров? Оказалась политическая агитация. Один плакат демонстрирует особенности чиновничьей арифметики. Один украинец съел 10 пирожков, а другой 0, написан на плакате. Значит, в среднем выходит по 5 пирожков на каждого. Другой плакат гласит «Мне пенсию подняли на 7 гривен, на выборах проголосуй за регионалов». И этот слоган проиллюстрирован знаменитой фотографией Григория Перелимана, того самого математика, который отказался от миллиона долларов. И тут не совсем понятно, то ли это ошибка безграмотного дизайнера, то ли такой тонкий политический ход, мол, дадим российскому Перелиману украинское гражданство. А сейчас Рома Москова, эксперт LiveJournal, расскажет про то, как Украина представлена в ЖЖ. Ром, много украинцев пишут и читают живой журнал? Есть такая статистика? Да, Сереж, украинцев очень много в ЖЖ. Украина занимает третью строчку в рейтинге страны ЖЖ. Ежемесячно аудитория составляет более 5 миллионов человек. Больше всего блогеров проживает в Киеве. Это около 3 миллионов человек. По охвату аудитории Киев уступает только Москве, но при этом превосходит Питер и Нью-Йорк. Самый популярный украинский блогер – это Ибигдан. Он проживает в Полтавской области, в городе Кременчуге. Вернемся к сегодняшнему герою. Григорий Перелиман уже однажды взрывал благосферу, когда он отказался от премии в миллион долларов. И вот теперь блогеры активно обсуждают билборды, где Перелиман изображен в виде малоимущего пенсионера. А только за несколько часов этот плакат появился в более чем двухсот постав. Уверен, что будет еще больше. Это просто прекрасная пятничная картинка. Совершенно точно. Спасибо большое, Рома. А нас ждут новости из Северной Кореи. Недавно я вам рассказывал про блог, который полностью посвящен гаитянскому диктатору Франсуа Дювалье. Ролик с этой передачей вы можете найти в нашем живом журнале TVRain. А сегодня я расскажу про блог, который сообщает читателям о современной жизни Корейской Народно-демократической Республики. Чучхе Сангун, так называется его блог. Он существует с 2005 года. В журнале написано, что цель этого блога донести до желающих слышать, что существует другая реальность, чем та, которую он ежедневно видит по телевизору, читает в газетах, смотрит по интернет. Реальность, в которой гордый народ живет, никому не завидуя на целом свете, строя счастье на родной земле. Эта реальность лишний раз доказывает тезис о приоритете идейности, выдвинутой руководителем Ким Чен Иром и успешно подтвержденной практикой в строительстве могучей и процветающей державы. В блоге можно узнать много интересного о жизни северокорейского народа. Вот, например, самая свежая запись называется так. «Ким Ир Сен лично спасает девушку от бесплодия». Это история о том, как в сентябре 61-го года Ким Ир Сен узнал, что делегатка 4-го съезда Трудовой партии Кореи бесплодна. И Ким Ир Сен лично послал ей какие-то отличные тонизирующие средства и еще более лучшие лекарства. И в семье родился милый ребенок. Родители дали ему имя «Индок», что в переводе обозначает «забота». Все про этого удивительного блогера из Северной Кореи знает наш эксперт из офиса живого журнала. Рома, что это за юзер? Что-нибудь известно про него? Сережа, информации не очень много. Блогеры неоднократно пытались вывести этого Северного Кореица на чистую воду. Но пока однозначного ответа нет. Кто это? По слухам. Этот юзер проживает в Питере. И русский язык для него является родным. Вот пока такая информация. Ясно. Да, небольшая информация. Спасибо большое, Рома. А мы двигаемся дальше, к свинодрому. В рамках 12-й агропромышленной выставки «Золотая осень-2010» стартовала поросячья олимпиада. Блогер «Оттенки серого» побывал на этом мероприятии и выложил большой фоторепортаж. И Тартас сообщает, что на этот раз соревнование обрели, оказывается, международный статус. Вместе с отечественными поросятами на старт вышли хрюшки из шести национальных сборных. Между делом оказалось, что существует какая-то целая федерация спортивного свиноводства. И в Подмосковье есть даже спортивная свинобаза. Поросят начинают тренировать с молочного возраста. Первая поросячья олимпиада прошла в 2004 году. А протяженность беговой дистанции для хрюшек всего 12 метров. Что происходит с спортсменами, когда они достигают пенсионного возраста, к сожалению, неизвестно. Чем еще сегодня интересуются блогеры, кроме поросят, нам расскажет эксперт живого журнала Роман Москл. Рома, что, я слышал, у вас была какая-то встреча с Борисом Гребенщиковым? Да, у нас была встреча, мы встречались во вторник. На Love Journal Room мы собрали вопросы для известного музыканта и сегодня опубликовали ответы на них. Там более, по-моему, 30 или 40 ответов, они очень любопытные. Гребенщиков, как обычно, философствует в свойственной ему манере. В общем, очень любопытно и интересно. Заходите, читайте. Ну, тебе самому нравится творчество Бориса Гребенщикова? Когда был молодым, тогда мне нравилось. Сейчас я немножко уже как-то отошел от этого. Ясно. Спасибо тебе, Рома, большое. У меня на сегодня все. Смотрите нас завтра в это же время. Читайте наш блог, ТВ Рейн в живом журнале. А с вами был я, Yellow Reporter. Всем пока. Смотрите в базовом пакете НТВ+.